Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашей литературной гостиной. Сегодня у нас необычная литературная гостиная. На выезде мы находимся во дворце книги, в зале дворянского собрания, в этом храме ВУЗ, где совсем скоро состоится наше знакомство с творчеством замечательной поэтессы Светланы Матлиной. Светлана Матлина – главная героиня нашей сегодняшней программы. Это известный далеко за пределами ульяновска поэт, член Союза писателей России, автор более полусотни поэтических сборников. Ее поэзия принадлежит двум эпохам – концу XX и началу XXI века. Сегодня в замечательном зале состоится концерт под названием «Манящая загадочная Русь», где прозвучат стихи Светланы Матлиной и будут исполнены песни на ее стихи. Авторы песен – композитор Антон Никонов, композитор и исполнитель Олег Киселев и Лилиана Черновалова. Все песни родились легко, с большим вдохновением. Они были написаны в разное время. И сегодня мы представим вашему вниманию эти песни. Которые прозвучат сегодня в программе впервые. Композитор Антон Никонов – гость нашей программы. Вместе с солисткой Эльмирой Сидоровой он исполнит вокальный триптих «Окно» на стихи Светланы Матлиной, написанной недавно, в начале этого года. Исполнение этого произведения будет премьерным. Наш концерт представляет собой музыкально-поэтическую композицию, лирико-эпическую композицию по мотивам поэзии Светланы и Нисы Матлиных, где мы в музыке и стихах создадим широкую панораму Руси-России от истоков к современности. Во множестве ликов. Былинное прошлое, любовь, природа, вера, жизнь. Здравствуйте! Я рада этой новой встрече с вами. Меня часто просят рассказать о себе. Я родилась в селе Новое Малакла Ульяновской области. Закончила там 4 класса. Среднюю школу я закончила железнодорожная магия. Затем был пединститут, где были прекрасные преподаватели. Петр Сергеевич Бейсов и другие. Нет ни одного человека, которого бы нельзя было вспомнить плохим словом. Все были прекрасные педагоги, замечательные люди. Затем газета. Я работала в разных газетах и на радио. Потом работала и в библиотеке, и в школе-то нет. Немного работала. Затем в больнице работала. И вот постоянно стала заниматься литературным трудом. Вступила в Союз писателей России. Вот с тех пор прошло очень много времени. И у меня вышло много книг. Я одно время очень сильно публиковалась. Ну и постоянно работала. ПЕСНЯ 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 Прозвенели божий цвет денежки-манисты, на груди звенят-звинят, все о милом говорят. Пляшет дев, чудес свет, и милей-то краше нет, а из рукавов рубины бирюза отборная на калину, на малину, да на черно-борно. Прокатился звон во всем, молнии попадали, и в руках уральских дев золотые ягоды. С Николаем Благовым меня познакомил Петр Сергеевич Бейсов. Он был добрый дух поэтов и опекал Толю Чеснокова и меня. Мы учились в одно время. И прочел моей стихии привел меня в союз писателей. И познакомился с Владимиром Пырковым и Николаем Благовым. Ну, что сказать, студентка, рабела перед такими известными писателями, поэтами прекрасными. И потом как-то знакомство с Благовым перешло в дружбу. И особенно в последние годы его жизни. Я привезла ему его последнее избранное «Жарслово» из Саратова. Тогда наши писатели, наше издательство относилось к Саратову. И вот никогда не забуду, как он взял эту книгу и гладил. И она у него была под подушкой всегда. Он так и умер с этой книгой. Вот я думала про жест настоящего поэта. Сны осени проходят сквозь туманы. Просвечивают ведра в сизой дымке. Плывут, плывут гусиным караваном. Сны осени, напев дрожащие скрипки. Сны осени над обнажённым полем, Над облетевшим рощи цинарядом, Над речками, где плещут слояды. Сны осени над всей сердечной болью. Кораблики с цветными парусами, Что запустил ребёнок в грязной луже. Одни под небом без забот накружат. Сны осени над сериями и дождями. В деревьях снов и в звездопадах камень, В горячей нежности твоей улыбки. В них голос ветра плачут, Шедшим до дни. Сны осени, печаль щелящей скрипки. Спасибо. Белый шаман и одинокий шаман Они, шаманы, как и прежде, вышли на битву силами тьмы Людым непримиримым врагом мироздания и людей Одинокий монах в своей черной рязи со своей горы Поднял к небесам руки и принял сама лица Розовые и сиреневые молнии свергали и распоясывали небо Как острия звенящих, сталкивающихся мечей И вдруг хлынул ливень, очищающий землю от нечисти Господи, я люблю весь этот подаренный нам тобою мир Потому что он сам сказка И мы все живем, как в сказке Прекрасный, не ужасный до слез В каком-то неистовом ударе по всем нервам Мне хочется закричать, чтобы там, наверху, меня услышали Я люблю тебя, жизнь! Да, я возглавляла несколько сезонов, по-моему, два Союз писателей в местное отделение Это были очень тяжелые годы Потому что финансирование из Москвы прекратилось Мы оказались полностью беспомощными Не говоря уже о том, что не издать книг И мне нужно было как-то собрать организацию И восстановить И я это сделала, несмотря на всякие трудности В то время, когда я работала Наши писатели получали каждый месяц Денежную помощь от администрации И это было очень значимо Мы начали выпускать коллективные сборники Мы провели юбилейные даты пушкинские В Языково были большие-большие сборища народные И поэты выступали Причем не так вот в уголках, как сейчас, да? Где никто не увидит и не услышит А на эстраде настоящей И люди приходили слушать именно поэтов А не какую-то там вот импровизацию и так далее Из другой отрасли Это был настоящий поэтический громадный праздник И гости приезжали из разных городов Вот, пожалуй, и все, что я могла сделать Музыка 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 СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Ну, сейчас я ушла в прозу. Как говорится, этот возраст, который наконец-то меня настиг, это возраст мемуаров. Я написала прозу, два года работала. Вот она должна скоро выйти. Колония Лонгофейер называется. И еще будет сборник поэм «Волшебная смесь». Вот две книги должны будут выйти. А сейчас я пишу воспоминания о ребятах-поэтах, которые были очень интересные поэты, но они, каждый по-разному погиб. Они не дождались ни признания, ни славы, ни своих книг. То есть у кого-то были там по одной книге, готовили вторую и так далее. Я им всем давала рекомендации в Союз. Поэтому у меня они дорогие, и сердце у меня о них болит. Вот, например, Валерий Кружко, он, когда умер, я сделала все, чтобы у него вышла книга. У него не было даже книги. И есть такие ребята. И даже у меня спонсоры находились на эту книгу, потому что всех тема эта трогала. Вот, я ее вот сейчас, она у меня до середины дописана. Ну, я себе вот вспоминаю тоже мемуары, тоже, значит, над этим работаю. Это город молитв. Это город проклятий. Город встреч и прощаний, и вечных объятий. Я песчинка его в вихре нового века. Я в скитаниях ветров, нимфа, эхо. Этот город мудрец сотни истин втолковывал. Зноем вьюгою жёг, мой характер выковывал. Этот город судьбы черновик перелистывал. Ничего не забыл. Соловьями посвистывал. Да на свой добрый лад всю ее перекраивал. Дал мне веры, любви. Стер печали окраины. И сейчас предо мной в ритме Буден усердно. Он лежит и стучит, как раскрытое сердце. Вот я нахожу иногда стихи, которые нигде не публиковались у меня. И удивляюсь, как это вот они уцелели, и как-то я их пропустила. Так что, может быть, потом будет книга. Она будет называться книга, которой не было. Это должна была быть юношеская первая книга. И она уже была собрана, и все, но по различным обстоятельствам не вышло. И вот я подумала, книга, которая должна была быть первой. Это я сделаю. Дождь идет, стирая лица По натянутой струне. Каплей злоткой вдоль страницы Разольется в тишине. Дождь идет бумажным звоном. С каждой каплей новый звук. Смех сливается со стоном, Пляшет дрожью тонких рук. Дождь идет, и сквозь ресницы Разродится он грозой. И чернило на странице Разольется. Березой. Слово. Березой. Березой. Слушать я ответ, Твои руки подвечали Над судьбой войной. Несколько лет устанавливаешь, Лежишь в сердце, Тихо песню запялою, Под медовый свет. Запеваю выше, Песню выше меня, Знаю ты ее слышишь, И вспомнишь ответ. Этот голос из стали Бьется приотанной. Хорошо мне возрасту знаешь, Этот голос с ним. Хорошо, шатные гряди, В пульсах не снипать. Грязь мой, Грязь мой, Грязь с тобой молчать. Медь и кровь Смеяться есть, Бедового и пульмана, Яны золотые волосы. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Дорогие друзья, мы благодарим вас за внимание. До новых встреч! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ